Эфир телеканала Ноябрьска 24 продолжает итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! Мусульмане России отмечают Курбан-Байрам. Это самый значимый праздник для всех верующих. В этот день они вспоминают историю пророка Ибрагима, приносят в жертву животных, делятся их мясом с родственниками и малоимущими. Паломники в это время совершают хаж. В соборной мечети Ноябрьска по случаю Курбан-Байрама прошел праздничный намаз и коллективная проповедь, которую посетили более тысячи верующих. Продолжится праздник 26 сентября традиционным угощением Курбан-Аши в соборной мечети, а завершится вечерним концертом в Центре национальных культур. Всего мусульманский праздник Курбан-Байрам длится три дня и является кульминацией ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – это два великих праздника у мусульман. Мы сегодня с утра уже встали, поздравляем друг друга, искренне надеемся, чтобы достичь милости Всевышнего Творца, ибо Курбан означает это приближение к милости Аллаха. Законодательное собрание Ямала на заседании 1 октября изберет губернатора округа. На рассмотрение окружного парламента Владимир Путин внес три кандидатуры. Временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Кабулкина, представленного партией «Единая Россия», генерального директора общества с ограниченной ответственностью, эксперт-оценка Дениса Садовникова, выдвинутого ЛДПР, и уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака от КПРФ. Напомню, это будет первое заседание Заксобрания нового созыва. Итоги выборов еще раз обсудили депутаты местного отделения партии «Единая Россия», теперь уже на своем полицовете. На всех избирательных участках 13 сентября работали представители партии, как наблюдатели, и ничего противозаконного не зафиксировали. И сегодня же в ряды «Единой России» были приняты новые члены партии и исключены из списка фамилий тех, кто по разным причинам покинул город. Еще из основных вопросов – обсуждение повестки предстоящей конференции. Провести ее единогласно было решено 13 октября. В порт Сабета прибыл очередной корабль, груженный модулями для строительства завода по сжижению природного газа. Специализированный теплоход под флагом Либерии вышел в открытое море 19 сентября. На путешествие к берегам Ямала ушло 35 суток. Экипаж судна принял решение пройти северным морским путем. От Чукотского до Карского моря его сопровождал атомный ледокол «Вайгач». Для сравнения, другой корабль под флагом Китая добирался до нашего полуострова через Суэцкий канал больше 50 дней. Уже завтра по просторам северных морей начнет движение еще одно судно с материалами для реализации проекта Ямал-СПГ. Округ отчитался перед профильным министерством о подготовке к зиме. Так, по состоянию на 14 сентября общая готовность региона в среднем составила 97%. Котельные тепловые сети имеют процент подготовки 99% и 100% соответственно. В общей сложности на все эти работы у коммунальных предприятий ушло полтора месяца. Тем не менее, за это время специалисты жилкомхозу успели провести практически ту же работу, что и в коллегии из Центральной России за 3-4 месяца. Директор департамента тарифной политики и энергетики ЖКХ Ямала заявил, что к 1 сентября все объекты социальной сферы автономного округа были обеспечены теплом. На жилье отопление в полном объеме было подано к 15 сентября. Учитывая климатические условия автономного округа, отсутствие постоянной транспортной связи с большой землей значительной части населенных пунктов, генерирующее оборудование имеет резервные мощности, которые позволяют начинать проведение ремонтных работ до завершения отопительного периода, а также продолжать их с пуском тепла. Почти 3000 квартир ввели в эксплуатацию на Ямале за 8 месяцев этого года. Построено 99 новых частных жилых домов. Больше всего строят в Ноябрьске, свыше 47 тысяч квадратных метров. На втором месте Новый Оренгой. Там ввели в строй более 34 тысяч метров. И на третьем месте Салихард. В планах строителей к концу 2015 года довести показатель до 290 тысяч жилых квадратов. Сегодня на Ямале возводится 310 многоквартирных домов общей площадью почти 650 тысяч квадратных метров. 342 тысячи рублей в пользу ресурсно-снабжающей организации. Ноябрьский городской суд в полном объеме удовлетворил требования энергетиков. Эта история длится почти три года. Началась она с того, что в январе 2013 года на одном из частных земельных участков специалисты Северной энергетической компании обнаружили двухэтажный жилой дом и продуктовый магазин, который располагался на первом этаже здания. При этом в документах дом значился как незавершенный строительный объект и, соответственно, за электроэнергию владелец жилых и торговых площадей платил только как физлицо. Коммунальщики обратились в суд и дело выиграли. Теперь предприимчивый делес заплатит энергетикам 342 тысячи рублей. Более 400 материалов поступило в разработку ноябрьским полицейским по фактам интернет-мошенничества в этом году. Правда, дела все эти из числа редко раскрываемых. Избавиться от аккаунтов в социальных сетях или от сим-карт мошенники успевают еще до того, как пострадавшие обращаются в полицию. Так же ловко, как избавляются от улик, они научились и втираться в доверие потенциальных жертв. В настоящий момент таких громких раскрытий по данной категории преступлений у нас нет. Есть у нас раскрытие, неоднократное раскрытие по снятию с карты путем мобильного банка. Это есть. И то у нас люди, бывает, ошибаются, подключают мобильные банки не только к себе, забывают отключать мобильные банки с тех карт, которые перестали пользоваться. Данные сим-карты передаются другому гражданину, на который приходит после оповещения с банка. Ну и данный гражданин, воспользуясь моментом, пользуется данными деньгами по своему усмотрению. На Ямале новый скандал в сфере японской кухни. На этот раз бактерии на посуде, на продуктах и на весах. А как результат, кишечную палочку обнаружили в одном из кафе Губкинского. Специалисты Роспотребнадзора отправились в общепит по жалобам жителей города. Напомню, серьезный резонанс в обществе вызвал визит программы «Ревизоро» Салихард, съемочная группа которой в кафе «Интермир», где готовят суши и роллы, увидела то же самое. А в нашем городе нашумевшую историю роллов с червяком рассказали журналисты телеканала «Ноябрьска-24». В августе группа молодых людей отправилась в Роспотребнадзор, который с результатами своей проверки отправился в суд. Тогда деятельность суши-бара была приостановлена на 30 суток. Нарушение предприниматель устранил, но неприятный факт остался фактом. Тем временем в «Ноябрьске» дело «Усатого сыра» получило продолжение. Вчера мы говорили о том, что в социальных сетях появилось фото, на котором запечатлен сыр с тараканом. А сегодня Ксения Епишева выяснила, что он, ко всему прочему, был еще и просрочен. Что еще нашла на прилавках «Монетки» наша съемочная группа, смотрите в специальном репортаже выпуска. Первое, на что стоит обратить внимание, это холодильник с мясом. Оно навалено горой, как картошка. Ни упаковки, ни опознавательных знаков. Гарантии, что оно свежее, никакой. Прямо вот так. На прилавке с охлажденкой мы нашли курицу, без роду и племени. Явно местной расфасовки. Но опять же, ни срока годности, ни даты на упаковке нет. Вот и гадай. Сыра, который фасуется непосредственно в магазине, не нашлось. Только в заводских упаковках. А вот на прилавке с молочкой нас ждал сюрприз. Снять с реализации творог продавцы должны были еще два дня назад. Но на прилавке банок с просроченным товаром оказалось даже две. Пробивают его нам тоже совершенно спокойно. Итого, за две упаковки просроченного продукта с нас 237 рублей. Кстати, именно в этом магазине жительница города, Светлана Стрельникова, купила тот самый сыр, который уже стал едва ли не легендой интернета. Девушка согласилась встретиться со съемочной группой телеканала «Ноябрьск-24» и вместе с нами попытаться вернуть просрочку. Мы обнаружили чудесного зверька, таракашку. Посмотрев на этикетку, обнаружили, что он еще и просроченный. Сколько была просрочка? Ну, на тот день уже было два дня. В магазине, где нами был куплен творог, а Светланой сыр с экзотической начинкой, нас встречает администратор Юлия. Новость о том, что на прилавке торговой точки нашлась просрочка, ее удивила. Почему у вас просрочка не была? Вообще не должно быть. Естественно, не должно быть. Не должно быть как бы утром, просматривается. В течение дня она снимается, не один раз просматривается это все. Сегодня утром мы были у вас в 10 часов утра и купили таракашку. Естественно, ответственные сотрудники за ту зону будут наказаны. А за таракан? За таракана, естественно, у нас нету насекомых вообще. Ну, не исключено, конечно, таракан, который попал с производителя, но дело в том, что этот сыр был куплен тоже через два дня, как уже был просрочен. Товар у нас приняли и пообещали над ошибками поработать. Вопрос с тараканом в этом сыре закрыт, деньги Светлане вернули. И нам за просроченный творог тоже. Хотя возместить испорченный аппетит и настроение не сможет никто. Понятно, что это, по крайней мере, сегодня единичный случай, но не единственный. И наша проверка в одном магазине полную картину не дает. Это только верхушка продуктового айсберга просроченной продукции. А сколько еще ее на прилавках магазинов? Узнаем, когда снова отправимся на проверку. Ксения Епишева, Сергей Павлов. Новости нашего города. Две сотни тонн за 24 часа. Московский завод смазочных материалов компании «Газпромнефть» продолжает наращивать производственную базу. Всего за три года ее объемы увеличились более чем вдвое. География поставок свыше 50 стран мира и практически все регионы России. Кирилл Мигель побывал на заводе и посмотрел, что там производят. Огромные резервуары, производственная цеха и административное здание. На этом макете московский завод смазочных материалов как на ладони. На деле же это почти 5 гектаров земли. Его второе дыхание открылось в 2011-м, когда предприятие стало частью компании «Газпромнефть». С тех пор мощности завода выросли больше, чем вдвое. Территория завода увеличилась, увеличилась почти в два раза. Были приобретены дополнительные участки земли вот в этой части, где впоследствии будет построен дополнительный резервуарный парк. Приобретена была железная дорога. Когда-то здесь производили порядка 40 тысяч тонн продукции в год. Сегодня свыше 70. МЗСМ – это один из лидеров среди российских производителей высокотехнологичных масел. Продукция не уступает мировым брендам в качестве и намного выигрывает в цене. Каждые сутки с конвейера сходит порядка 67 тысяч единиц фасованной продукции для всех сегментов рынка. В общем счете – около 200 тонн за 24 часа. Масла начинают свою историю с барей, с нашего завода в Италии, и продолжают изготавливаться сейчас на этом заводе. Фасуется непосредственно близко от потребителя. Тару, которая уходит еще и в розмисы. Но прежде чем попасть на прилавки, продукт проходит десятки всевозможных тестов. Ежегодно лаборатория завода анализирует свыше 100 тонн масел. Тысяча проб в год – стандартная норма. 24 различных метода исследований. В помощь – самое современное оборудование. В нашей лаборатории проводится входной контроль сырья, из которого производится продукция. Потом мониторинг на всех стадиях технологического процесса. Начиная с производства, фасовки. И заканчивается тем, что в лаборатории заключение выдается паспорт качества на готовую продукцию. Безупречное качество товара уже подтвердили одобрение и допуски больше 250 ведущих мировых автопроизводителей. На его надежность полагаются и настоящие профи. «Газпромнефтьсмазочные материалы» – это генеральный партнер чемпионата страны по ралли-рейдам. Масла под брендом G-Energy даже прошли проверку боем на самом известном ралли-марафоне в мире – Дакар. Моторные масла премиальной линейки G-Energy, да и остальную продукцию завода сегодня можно без труда найти и в ямальских магазинах. Но в ближайшем будущем поставки в арктический регион многократно возрастут. В июне 2015-го «Газпромнефть» подписала целый ряд стратегических соглашений с шестью регионами. Так что недалек день, когда масла отечественного производства полностью вытеснят с местного рынка зарубежные аналоги. Выгоды ощутят не только рядовые автомобилисты, но и крупные предприятия. Российская продукция, произведенная в рамках группы компаний «Газпромнефть» смазочные материалы, будет замещать импортную продукцию и создавать дополнительный эффект для экономик шести регионов, позволяя оптимизировать затраты на обеспечение техники, дорожного хозяйства, промышленности от 15 до 20%. А в перспективе на Ямале могут появиться и СТО под брендом G-Energy Service. Это международная сеть станций техобслуживания премиум-класса. Больше ни один из отечественных производителей масел не реализует сопоставимых по масштабу проектов. На заводском складе почти нет готовой продукции. Большинство стеллажей доверху забиты пустой тарой. Товарооборот настолько велик, что канистры с конвейера грузят прямо в многотонные фуры. География поставок больше 50 стран мира. Этот завод начал работать с последнего года в круглосуточном режиме. Это говорит о том, что нас хотят заливать в свои моторы наши соотечественники. И не только соотечественники. Мы достаточно много продукции производим и экспортируем. Это признание. И уже в ближайшей перспективе подмосковный завод планирует расширить ассортимент и увеличить выпуск продукции. Так что все идет как по маслу. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Московская область. Фрязино. Кстати, московский завод смазочных материалов немало внимания уделяет и социальной политике. Так, в подмосковном Фрязино благоустроили аллею. Она появилась в рамках программы «Родные города» компании «Газпромнефть». И там, где раньше были непроходимые заросли, теперь стелятся зеленые газоны. Дорожки для пешеходов вымочены тротуарной плиткой. Установлено уличное освещение, игровая и спортивная площадки. Аллея на улице Институтская уже полюбилась детям. Она стала непременной точкой маршрута дошколят во время прогулок. Мы очень рады, что теперь в городе у нас такое замечательное место. Очень рады. Мы, конечно, будем теперь очень часто ходить по этому замечательному проспекту. Не только с этой группой, но и с другими детьми. Акт о завершении работ подписали генеральный директор завода и исполняющий обязанности главы Фрязинской администрации. Представители обеих сторон выразили уверенность, что сотрудничество между компанией и городом будет продолжаться и впредь. Это крайне положительно сказывается на нашем городе. Помогает нам идти вперед, развиваться. У нас сейчас запускаются очень многие инновационные проекты. В городе будет создаваться особая экономическая зона техников внедренческого типа. В городе будет создаваться таможенный терминал. Город получит новое лицо, новое развитие. В этом и заключается социальная сориентированность компании, чтобы можно было приблизить людей к тому, чтобы они тоже получали максимально качественные условия жизни. То есть в этом и суть программы. В «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» наградили участников традиционного конкурса интеллектуальной собственности. В этом году на суд жюри было представлено 37 работ. Победители определяли как среди сотрудников аппарата управления, так и цехового персонала. В двух номинациях «Лучшее решение» в области технологий добычи нефти и газа, а также «За оригинальность» и «Нестандартное решение» 12 лучших работ были отмечены грамотами и денежными подарками. Всего же за 14 лет существования конкурса участие в нем приняли 650 специалистов, которые подготовили более 400 проектов. Технологии из 80% работы, занявших призовые места, уже применяются на производстве. Очень много работ в этом году и традиционно по трубопроводному транспорту, их модернизация, их изменение потоков газа, нефти, воды, как правило, практически находят сразу применение. То есть трубопроводная система – это тот реинженеринг, те возможности инфраструктурные, которые позволяют нам оптимизировать производство. Сегодня футболисты, а завтра потенциальные работники «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаза». Профоритационную встречу в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» организовали работники предприятия с игроками команды по мини-футболу. Сделали это для того, чтобы не только рассказать о компании, которая финансово поддерживает спортсменов, но и познакомить с профессиями, востребованными в нефтяной сфере. Организаторы считают, что такие мероприятия, возможно, и помогут школьникам с выбором будущей профессии, в определении которой немаловажную роль играют и родители. Они, кстати, тоже были приглашены на встречу. Я бы, конечно, был очень доволен, чтобы он работал в «Газпромнефти» геологом. Мне вот прям ролик понравился про геологов, я загорелся этой идеей, ну а так все будет зависеть только от него. Вот этот формат, он такой был довольно-таки свободный, то есть мы в качестве беседы с ребятами пообщались. Вкратце рассказали, представили наше предприятие, чем оно занимается, и постарались их привлечь к работе в нефтянке. А конкретно, если говорить, то это «Газпромнефть», «Ноябрьск», «Нефтегаз». Самые яркие молодежные события в информационно-развлекательном проекте «Фишка». Насколько готовы защищать родину подростки «Ноябрьска», чему учат в школе безопасности и как можно раскрасить свои будни, а также сколько часов без остановки зажигали участники танцевального марафона, расскажут корреспонденты молодежной редакции. Смотрите программу «Фишка» в пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрьск-24», а в воскресенье в 19.30 на ТНТ. И к этому часу у меня пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Мужской стиль. Мужской характер. Улица Республики, 41.